Сейчас мало кто вспомнит, но в далёком 93-м году на Super Nintendo и Sega Mega Drive вышла изометрическая гоночная аркада Rock'n'Roll Racing от Blizzard. Крошечные машинки с огромными колёсами кружили по причудливым аренам, пытаясь, если не обогнать оппонентов, так хотя бы вытолкнуть их с трассы. Или взорвать к чертям. Несмотря на простоту, эта игра затягивала на многие часы и собирала вокруг пузатого телевизора целые толпы щёлкающих семечки и хлещущих пепси-колу пацанят, готовых в буквальном смысле драться за место в очереди за контроллером. Возможно, всё дело в том, что магия Метелицы, превращающая каждый их проект в шедевр, работала уже тогда. Или дело было в шикарном саундтреке, состоящем из рок-композиции, а может это просто мы были более впечатлительными, кто знает. Как бы там ни было, Micromachines World Series черпает вдохновение именно из Rock'n'Roll Racing. Это тоже изометрическая гоночная аркада про разные крошечные машинки. Они здесь гоняют по огородам, вокруг горшков с цветами и садовых гномиков, нарезают круги по пелораме или пытаются не вляпаться в сироп, разлитый по столу после какой-то пьяной вечеринки. В Micromachines есть несколько игровых режимов. Простые гонки, гонки на выбывание, схватка на дюжину игроков, которые участникам предлагают баталии в формате «Царь горы», и что-то вроде захвата флага наоборот, где для победы нужно довести тикающую бомбу до базы противника. Всего в игре 12 машинок, и каждая может выполнять определенную роль. Скорая помощь — лечить шпион, становиться невидимым, снегоход — кидаться снежками, ну а танк — просто быть танком. В классических заездах по круговой все машинки лишаются своих уникальных способностей, и вместо них могут подбирать различные усиления, разбросанные по трассе. Все это бесконечно здорово, но на практике достаточно сложно вытворять автомобильные фокусы. Управление в игре, мягко говоря, не очень отзывчивое. Машинки очень часто и очень сильно заносит. Можно легко вылететь с трассы от легкого толчка оппонента, или же просто не вписаться в поворот. А затем попасть под диск циркулярной пилы или утопиться в мороженом. Вкупе с тем хаосом, что зачастую творится на аренах, о какой-либо тактике можно смело забыть и просто подстраиваться под ситуацию. Именно по этой причине исход гонки часто зависит не сколько от вашего умения грамотно входить в повороты, столько от удачи, которая любит поворачиваться мягким местом в самый неподходящий момент. Кодмастерс пытается выставить возможность играть четвером на одном экране как сильную сторону World Series. И это правильно, если учесть пустующий сетевой режим, в котором живого оппонента можно ждать по несколько минут. Но техническое исполнение хромает. Мы собирались в четыре носа перед одним телевизором, что на некоторых трассах приводило к заметной потере в чистоте кадров. Игре бы можно было это легко простить, но картинка в ней довольно примитивная, и по идее не должна сильно грузить графические чипы консолей. А тягчающим обстоятельством является отсутствие World Series полноценной одиночной кампании или хоть чего-то на нее похожего, что вынуждает игроков искать утешение в бесконечных заездах против кремния. Справедливости ради стоит отметить, что местный искусственный интеллект весьма неплох и показывает себя на трассах куда лучше большинства встреченных нами игроков. Несмотря на все недостатки, Micro Machines World Series — это очень интересная игра, которая обязательно придется по вкусу большинству фанатов старой школы. Жаль только, что в 2017 году совсем иные стандарты качества, а на одних ярких цветах далеко не уедешь. Именно поэтому Micro Machines становится жертвой собственных амбиций. А все хорошее, что в ней есть, станет пылью еще задолго до того, как вы найдете себе оппонента для мультиплеера. КОНЕЦ КОНЕЦ